Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение Юна Армия было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах насчитывается более 320 тысяч участников. Основной задачей движения является прививание подрастающему поколению чувства патриотизма, уважения к истории и любви к нашему Отечеству. В поисковой части номер 26-178 ребята выполняли задания по 15 дисциплинам, таким как сборка-разборка автомата, метание гранаты, метание ножей, выполнение нормативов по радиационной, химической и биологической защите, прохождение полосы препятствий, строевая и физическая подготовка и другим. Всего в соревнованиях участвовало 9 команд из нашего округа. Всего у ребят 15 дисциплин. Одна из них – это метание гранаты. Я, конечно, никогда этого не делала, но тоже хочу сегодня попробовать выполнить это действие. Я бы до третьего и до второго. В одну шеренку. Это новое направление в военно-патриотической работе. На сегодняшний день военно-патриотическая работа является одной из ключевых звеньев воспитания молодежи как патриотов. Мы только что надевали РХБЗ. Это такой костюм, который защищает от радиации и разных биологических, химических газов. Он не дает, чтобы человек отравился этими спиртильными газами. Он защищает от радиации. Какие особенности, когда вы его одеваете? Что нужно соблюдать? Какие правила? Чтобы не болтались вот эти вот шурки. Чтобы туда не попадал воздух другой, который снаружи находится. Второй этап состязаний прошел в лесу. Здесь участники продемонстрировали свои умения в оказании первой медицинской помощи и приготовлении пищи в полевых условиях. Содействие в организации мероприятия оказалось Щелковское отделение Всероссийской общественной организации «Боевое братство», а также военно-патриотический клуб «Каскад». Мария Буржинская, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».